Девчонки, всем привет! Как вы поняли с названием видео? Сегодня будет обзор на мои пустые паночки января. И если вам интересно данное видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. И начнем. Корзинка у меня в этот раз получилась тоже немаленькая. И надеюсь, я с вами поделюсь чем-то интересным, для того, чтобы вы могли сделать о продуктах какой-то свой собственный вывод. Девочки, начну я с того, что хочется сказать хозяйкам на заметку. Это средство я купила в магазине Магнит Косметик. Это, наверное, актуально будет для тех жителей городов, у кого этот магазин имеется. Но, в принципе, магнит он уже заполонил, он везде. Вот. И это средство фирмы Мастер Блеск для очистки стекол и зеркал. Девчонки, очень бюджетное средство. Оно, естественно, льется рекой, оно неэкономично, но при всем при этом оно неплохо очищает за ту стоимость, что он стоит в магазине. Его можно позволить. И, в принципе, девчонки могу посоветовать неплохо. Следующее, что хочется показать, это отбеливатель без хлора няня универсальный. Замечательное средство, пусть оно не бюджетное, точнее, неэкономичное. Ну, если сопоставить с расходом и ценой, конечно, это получается не бюджетное средство. Но все-таки, так как я пока не могу найти то средство, которое меня спасало, я пока пользуюсь этим. Оно меня устраивает и очень достойный продукт. Оно что-то в районе 55 рублей стоит, так что, девчонки, тоже присмотритесь. Могу советовать. Следующее, что хочется показать, это у нас уже идет для канализационных труб, это средство для чистки их, антизасор. Девчонки стоят 10 рублей. На кухне они вычистили трубу, ушел запах. Ну, просто здорово. Единственное, что если у вас мойка из нержавеющей стали, вот этого, знаете, пожалуйста, поаккуратнее, потому что если средство попадет именно на эту сталь, да, вот в раковину, останутся пятна, которые, ну, сложно убрать. И сейчас вот я по своей глупости, невнимательности, у меня два пятнышка там есть, так что сейчас нашла себе новую заботу, как убрать эти пятна. Следующее, что хочется показать, это, наверное, для того, чтобы вы предостеречь от этой покупки. Это вот такие вот перчатки. Написано, выгода резиновые перчатки. Такой бред. Стоили они, по-моему, в районе что-то 50 рублей. Но купила их, и знаете, обычная уборка на кухне, мойка посуды ежедневная, каждодневная, да, которая происходит, они не выдержали. На половину уборки я их просто выбросила в фурму. Поэтому, девчонки, ни за что не покупайте. Полный бред. Итак, следующее, это у нас все, что касается пустых баточков для дома. Следующее, что у меня закончилось, это были пустые ватные диски, котты, это у нас из фикс прайса, и пушинка 140 и 80 штук. Вот эти вот, да, классно, то, что они тоненькие. Но сказать, что там есть какие-то ионы серебра, я, конечно, заблуждаюсь, наверное, о моем мнении, точнее, сомневаюсь, простите, заговариваюсь. Но, как бы, ну, диски и диски, что ж на них долго акцентирует свое внимание, как я уже говорила, это не то средство, это не то средство в уходе, на которое там нужно, как-то, знаете, там особо смотреть. Вот, следующее, что хочется показать, это был Палмалиф Мэн, свежестая гель для душа, это моего супруга. Могу вам сказать, когда он начинал им пользоваться, мне так нравился этот аромат. Кстати, да, вот, минус его в том, что почему-то все время на крышке этот гель. Нравился сейчас, как бы, вот ему еще буквально сегодня сходить в душ. Мож, неплохой. Мож отнесся к нему абсолютно толерантно, он как-то так сказал. Ну, неплохо. И все, то есть, ничего могу сказать, не могу, но нам, девочкам, мы в основном же вдыхаем эти все ароматы от мужчин. Неплохой запах. Такой, знаете, необычный, я бы сказала даже так. Неплохо. Мылится хорошо, и вроде бы кожа даже не сушит. Следующее, я хочу показать свое. У меня закончился крем-гель для душа от DAF. Это аромат граната и лимонной вербены. Никогда мне гель для душа от фирмы DAF, тем более крем-гель для душа не сушил кожу. Но вот, наверное, уже когда домываю эту баночку, я один раз просто после душа решила, ну, не хочется мне ничем пользоваться, да, там. И я утром встала, и у меня-то, знаете, появилась сухость на коже, но я считаю, что как бы странно. Странно, девочки. Гель для душа, да, фирмы подсушил кожу. Но ничего страшного, может быть, это была такая у них серия неудачная. Вот, следующее. Следующее, это у нас будет для волос. Закончился у меня шампунь от Гарниер Ультрадокс с маслом авокадо и карите. Обычный шампунь, который не сушил ни кожу головы, ни взвазуда. После него я всегда наносила либо маску, либо бальзам, поэтому сказать, что после него волосы не спутывались. Ну да, волосы не электролизовались, ничего такого не было, в принципе. Неплохо промывают. Я такие шампуни держу для того, чтобы либо смывать маски, если они справляются с данной задачей, либо просто в основном своем уходить за волосами, добавлять какой-то такой шампунь, для того, чтобы просто волосы не привыкали к тому уходу, который у меня сейчас, допустим, идет на данный момент. Поэтому бюджетно, объем хороший, но он очень жидкий, течет рекой, поэтому его просто хватило буквально вот. Следующее, мое, знаете, в конце использования данной упаковки, это у нас шампунь от фирмы Капа, студия Профессионал, их серия восстановления. Когда я его домыла, уже домывала, знаете, когда буквально раза три последних я мыла, я заметила, вот вначале я сомневалась, что это от него, а сейчас я могу с уверенностью сказать, после него у меня волосы реально электролизовались, просто невозможная электролизация, они начали у меня путаться, и у меня прямо вот бешенство было, девочки, у кого длинные волосы, либо удлиненные, они меня поймут, это вообще нет, это нельзя простить шампунь, и в моем случае я вообще не умею прощать такое шампунь, и как-то что-то прямо вот разочаровал меня под конец шампунь, и потом, да, действительно, он стал уже подсушивать мне волосы, именно кончики, прямо вот ощутимо были они такие, знаете, прямо подсушенные, что-то как-то вот сейчас я уже сомневаюсь, возьму ли я себе еще такой шампунь, или как-то, наверное, уже даже и не возьму, вот, следующее, что хочется показать, это у нас голубая глина, я, наверное, буду в каждой пустой баночке, девочки, они у меня будут, скорее всего, голубая глина, косметическая, долго останавливаться на ней не буду, наверное, все девчонки пользуются глинами, я в том числе, они работают на коже, на волосах, мне нравится, как они работают на теле, если вы не пробовали, если вы являетесь тем человеком, который еще не попробовал данную продукцию, конечно же, попробуйте, девчонки, я думаю, вы тоже станете любителем глин, потому что, ну, классно, просто универсальное средство, следующее, кстати, у меня две коробочки, и это, знаете, прямо вот так, это прямо моя любовь-любовь, следующее, что закончилось, это было, а нет, я, наверное, покажу вот это вот, Тафт, Шварцкоп, он мгновенный объем, стайлинг, пудра, но все, наверное, уже данным продуктом пользовались, многие уже знают, девочки, у меня волосы длинные, и у меня, в принципе, объема прикорневого практически нет, его нет в принципе, они, если шампунь какой-то неудачный подберешь, я вообще буду, такая вся прилизная, и мне всегда хочется какой-то чуть-чуть прикорневой объем, я думала, вот это вот средство мне в этом поможет, я глубоко сомневалась, потому что после его нанесения буквально вот, я его нанесла, был небольшой объем, а потом, ощущение того, что волосы, знаете, они такие стали блеклые, они прилипли все, ну, нет, это просто на выброс, после его применения, через полчаса, я просто пошла, вымала волосы, высушила их феном, сделала какую-то укладку, ну, вообще нет, он не стоит своих денег, и фу-фу-фу-фу-фу. Так, следующее, что мне хочется показать, это средство было моего супруга, защита нон-стоп, мэнн спидстик, как вы поняли, здесь вот, он не законченный, средство, которое, знаете, я не думала никогда, что я когда-то скажу что-то о мужском дезодоранте, но девочки, мне было безумно любопытно, почему мой муж, когда его пользуется им, когда начал им пользоваться, он начал плеваться ядом, слыша, то есть, точнее, когда он им пользовался, потом он ходил в дискомфорте, он все время был какой-то раздраженный, и как-то один раз, ради своего любопытства, я посмотрела, что это за продукт, я обалдела, я его нанесла на руку, подошла, подождала, когда он высохнет, и стала проводить опыты, я просто подструю воды, естественно, вода отталкивается, но потом он сделал мне пилинг, девочки, он сделал мне пилинг кожи в том месте, где я его нанесла, поэтому какое-то страшное средство, больше, конечно, никогда мы его не возьмем, ну, фу-фу-фу, и муж сказал, он вообще ничего не делает, то есть, он не защищает ни от чего, не убирает там, предотвращает какие-то запахи, потливость, нет, просто вообще выброшенные деньги, и какая-то вообще гадость, просто. Следующее средство, это у нас будет для лица, это я выбрасываю свою мицеллярку от Гарниер, от Гарниер, чистая кожа, это у нас получается зелененькая, это для жирной чувствительной кожи, склонной к несовершенствам. Девочки, обалденно очищает кожу лица, мне очень нравилось, но мне показалось то, что он подсушивает кожу вокруг глаз, поэтому для глаза, скорее всего, буду использовать розовенькую, ой, простите, а для лица, вот, буду покупать такую зелененькую, потому что Гарниер, вот, их мицеллярные воды, они просто покорили мое сердце, без которых я уже просто не вижу свой ритуал очищения кожи. Правда, девочки, хорошая штучка, если купить на акциях, на скидках, то вообще любо дорого. Следующее средство, которое у меня будет для лица, это, наверное, а давайте масочки. У меня закончилась вот такая вот масочка Bon Voyage от L'Etoile, она идет, как я сказала, это разогревающая маска для лица, мгновенного действия, эффект золушки, она, после ее нанесения 15 минут ждем, смываем, и, собственно говоря, должна нам сделать лицо совершенным. Но, мне кажется, эта маска просто делала то, что она провоцировала приток крови к лицу, и у вас такой легкий румянец. Ну да, почему нет, как баловство его можно нанести, его актуально именно с утра наносить, для того, чтобы просто достаточно, чтобы выглядеть очень даже симпатичным. Да, неплохая вещь, можно, почему, ну вот так вот, побегу ли я за ней, если я прийду в литуаль, увижу, возьму, как баловство, в принципе, неплохо. следующее, что у нас будет для лица, это маски от, по-моему, это фрешлайн у нас идет, в общем, это масочки, которые идут на развес в Ривгош. Здесь у меня картофельная маска, морские водоросли, и какая-то грязевая, девочки. У меня каждая осталась по чуть-чуть, потому что что-то я пожадничала, и решила взять их по многу, и для того, чтобы их использовать. Но я их не доиспользовала, потому что, еще раз повторюсь, это средство натуральное, и их нужно в течение двух недель использовать. Картофельная, да, она неплохо убирает темные круги под глазами, при пухлости какие-то, но вот, к примеру, стоимость за 30 грамм получилась у меня 300 рублей, то есть, девочки, в принципе, неплохой продукт, можно попробовать, можно использовать. Средство морские водоросли, что-то я не поняла, вот правда, я рассчитала на то, что они будут именно на увлажнение, как таковое увлажнение, я не почувствовала, может быть, просто я ее мало наносила, а вот грязевая, знаете, я вам хочу сказать, эта масочка, она хитренькая, потому что, когда я ее нанесла, вот, допустим, вечером делаю себе полностью уход очищения с этой маской, после того, как я умылась, я прям смотрела на себя в зеркало, я понимала то, что очень даже неплохо очистила, и мне прям вот нравилось, да, но утром я замечала то, что она подчищает поры, а утром я замечала то, что ничего, она сильно не вычищает, но я предполагаю то, что эту масочку нужно использовать в какой-то период времени, достаточно продолжительный, для того, чтобы был результат, мне хочется попробовать еще раз эту троицу купить, и попробовать их еще раз, потому что, ну, что-то как-то, я надеюсь на то, что я подружусь с натуральным, и оно будет работать мне во благо, потому что, ну, состав у них очень даже хороший, мне понравились, пусть это даже как-то будет не совсем дешево, вот, дальше, что хочется показать, а дальше я вам покажу, покажу, ой, даже не знаю, девчонки, показывать или нет, потому что рассказывать букеты, какие ароматы, ангел, ангел, демон у меня, вот, уже ванши, закончился, неплохой запах, но мне кажется, это для более взрослых женщин, женщин от 30, даже от 40+, мне кажется, аромат, ну, либо для очень смелых девушек, понравился аромат вот этот вот со-эликсир от Ифраше, и у меня сейчас появилась задумка о том, чтобы взять его, хотя бы пусть неполную размерку, хотя я не знаю, как там у них парфюмы продаются, про каком литраже, но мне хочется взять себе этот парфюм, правда, он меня впечатлил, мне понравилось, и, конечно, старушка тоже от Ифраше, Эвиденс, по-моему, называется, но мне кажется, девочки вот в офисах, когда вот раньше, я помню свою жизнь, работа в офисе, мне кажется, все пахли вот этим ароматом, и причем пахли им что-то, знаете, не обычные даже менеджеры, а пахли руководители отдела продаж, к примеру, у меня это ассоциация, потому что на моей памяти, вот прямо девочки, не знаю, как у кого как, у вас с чем ассоциируется, вот кто работает, у вас был когда-нибудь такая ассоциация с каким-то парфюмом, какой именно, кто им пользовался, закончился Dolce & Gabbana, The One, вообще не понравился, вообще не понравился, девчонки, вот вообще не понравился, то есть я его по-моему даже, да, я его наносила, мы выходили с ребенком гулять, я его нанесла, но я его всю дорогу, пока мы гуляли, я его чувствовала, потому что нет, точно я такое средство себе не возьму, потому что фу-фу-фу. Так, дальше у меня закончилось средство для удаления кутикулы, это я покупала, по-моему, я даже не помню, где я его купила, в каком-то магазине шаговой доступности, называется Carrie Manson, тут 9 мл, хорошая штучка, действительно неплохо убирает кутикулу, за ту бюджетную стоимость, которой он был, я его использовала полностью, вот это, кстати, огромный плюс, то, что полностью его можно вытащить, убрать, то есть вообще, ну, неплохая такая вообще штучка, найдете вот такой вот, Carrie Manson, обязательно возьмите, девчонки, на пробу, и выбрасываю лак от фирмы Lemony, у нас идет номер 779, он, знаете, такой был темный цвет у него, ближе к черному, и он должен был быть сахарным, знаете, песок, который модный, я им пользовалась несколько раз, и хочу вам сказать, каждый раз он делал одно и то же, во-первых, он сворачивался, во-вторых, он отпадывал кусками, долго согнул, просто какой-то трэш, прям вот фу, гадость какая-то, девочки, не могу посоветовать, и выбрасываю своего любимчика своего, в уходе за своими бровками, конечно, он уже грязненький, прям страшненький, это от фирмы Artvisage, их гель, нашумевший на всем ютубе для бровей, ну просто моя любимица, и кому-то не нравится, а мне очень даже нравится то, что, во-первых, мы видим, сколько здесь продукта, то, что он прозрачный, сама упаковочка прозрачная, мы видим, сколько продукта осталось, мы видим, что там с нашим продуктом, вообще, все, все, что можно видеть, мы здесь видим, мне нравится, и объем мне нравится, как раз на полгода, у него срок годности, после вскрытия полгода, как раз, вот ровно на полгода, мне и хватило, девочки, вообще понравилось, конечно, и цена у него такая очень приемлемая, спасибо большое Artvisage за прелестнейший продукт, который вы создали, дальше я выбрасываю, это уже будет уход моего ребенка, это зубная паста LMAX, Colgate с первого зуба и до 6 лет, мне, в принципе, понравилось, вообще даже, я хочу вам сказать, мне эта зубная паста понравилась, потому что она с легким, таки, знаете, вот детский какой-то ментол, какая-то такая свежесть, чуть-чуть-чуть-чуть мятки, но я ее попробовала сама почистить зубки, мне очень сильно было приятно чистить, и, в принципе, для молочных зубиков детских неплохой производитель, этот от фирмы Colgate, классная, девочки, зубная паста, вообще, мне понравилось, единственное, что я ее сейчас нигде не могу встретить, вообще, ни в одной аптеке, ни в одном магазине я не могу встретить данную зубную пасту, вот так вот, дальше, что выбрасываю, так как, вы уже поняли, из всех моих роликов об уходе за кожей, у меня после того, как я воспользовалась, еще раз вспомяну добрым словом, Любли Дермо, этот гель-скатка для лица, то есть, что у меня было с лицом, это, конечно, катастрофа, катастрофа, и когда я ходила к косметологу, она так на меня покосилась, и сказала, а может быть, что-то у тебя внутри, и, девочки, я сниму, я вот честное слово даю, я сниму отдельно ролик об уходе за кожей лица, и бюджетный, а может быть, даже не бюджетный, потому что, я просто собаку на этом съела, я столько всего начиталась, это какой-то, я купила себе лактофильтру, в общем, насмотрелась реклама, начитала всего, чего только могла, и решила попробовать, девочки, не знаю, я не поняла, вот от него эффект, потому что, мне кажется, то же самое, можно взять любой другой сорбирный сорбент, который просто будет очищать ваш организм, не знаю, девочки, как-то, но может быть, я еще раз повторю данную покупку, для того, чтобы точно понять, что же все-таки, этот продукт, он делает, то есть, ну, препарат, да, собственно говоря, но все-таки, он был в моем уходе за собой, и поэтому, я решила вам его показать, и мамочкам на заметку, я обалдела от средства, цитовир-З, от гриппа и орвит, для лечения, для профилактики, девочки, это единственный препарат, который мог, может употреблять мой ребенок, то есть, во-первых, он идет в сиропе, и здесь вы, по-моему, три раза перед едой просто применяете, и спокойненько, девочки, вы можете вообще спокойно дальше двигаться, то есть, это мамочкам на заметку, единственное, что у него, по-моему, идет, детям в возрасте от года можно давать, девчонки, поэтому, очень даже неплохо, мне понравилось, ребенок мой, его смог пить, по крайней мере, вот, это были все мои пустые баночки, я надеюсь, вы не заскучали со мной, надеюсь, я хоть как-то помогла вам сделать свой выбор на какой-то продуктов, и сделать оценку, его стоит его покупать, или нет, девочки, если вам понравилось, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые ролики, я вам желаю хороших покупок, удачных покупок, хороших скидок, и желаю вам оставаться всегда любимыми, всегда оставаться нежными, неповторимыми, какими вы являетесь, а с вами была ваша Ира, увидимся в скором видео, пока-пока!